МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как оградить подростков от наркотиков и запустить в социальных сетях действенную пропаганду здорового образа жизни? Сегодня эти темы обсуждали члены республиканской комиссии. Борьба с наркопреступностью в Чувашии набирает обороты и приносит ожидаемый эффект. Подробности у Дмитрия Ковалева. Наркобизнес в республике сбавляет обороты. Сокращается и количество тех, кто употребляет психотропные вещества. Большие плоды, считает глава региона, приносит сложная работа органов власти и силовых структур. Наша задача – удержать ситуацию. И ни в коем случае мы не должны давать, чтобы ситуация ухудшалась в этой сфере. Основный упор мы делаем на выявление, в первую очередь, сбытчиков, поставщиков наркотических средств. Здесь мы тоже наблюдаем практически в полтора раза рост лиц, которых привлекаем к ответственности за распространение, за сбыт наркотиков. То есть изначально, когда мы уже начинаем работу по определенному сбытчику, документируем его простую деятельность и прилагаем максимум усилий, чтобы наркотические средства не дошли до рядового потребителя. К нам управление практически на 70% больше информации поступило от граждан, которые мы проверяем. И заинтересованность людей, которые неравнодушны к этой беде, и информацию доводят. Но позитивная статистика не должна успокаивать, отмечает Михаил Игнатьев. В зоне риска школьники и студенты. Муниципальным властям поручили навести порядок там, где чаще всего собирается молодежь. Немало вопросов возникает к работе ночных клубов. Ночные клубы, они развлекательные площадки. Там нет, насколько я знаю, культурного отдыха. Там культурный отдых превращается в другие мероприятия, другие развлечения. Поэтому давайте, оцените, оцените комплексно. Здесь нужно действительно оценить. С одной стороны, это клубы, клубы имеют охрану, может быть, ее нужно усиливать. Там, где мы, по крайней мере, можем наблюдать за молодежью, где стоят видеокамеры, где мы наблюдаем за ними. Уважаемые главы города Чебоксара, Новочебоксарска, надо заниматься этими вопросами. Отдельные ночные клубы надо прикрывать. Важнейшим инструментом в борьбе с наркоугрозой члены комиссии называют профилактику. Глава республики отмечает, что в соцсетях необходимо размещать мотивирующие ролики. У нас имеется своя страница в сети интернет, где мы освещаем мероприятия, которые проводятся в рамках деятельности антинаркотической комиссии. Есть обратная связь, что, наоборот, важно. В среднем где-то до 500 пользователей. Но пока работу только начали, это мало еще. Свои плоды приносит и программа реабилитации людей, которые принимали наркотики. В совместе с коллегами на базе республиканского наркологического диспансера проводятся мотивационные беседы с наркозависимыми лицами. Цель повышения правовой грамотности по вопросам, связанным с юридической ответственностью и перспективным случаем завершения лечения, либо уклонения от него. Минтрудом на сегодняшний день создана участковая социальная служба, 257 участков. Основные и главные задачи, прежде всего, это выявление и постановка на учет неблагополучных семей, которые находятся в поле зрения всех субъектов профилактики. Борьба с наркоугрозой должна быть системной. Для властей на местах это приоритетная задача. В стране реализуется стратегия противодействия наркопреступности, одобренная президентом России Владимиром Путином. Как она выполняется, глава государства контролирует лично. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. При подготовке бюджета на три последующих года были учтены предложения Совета старейшин. Об этом глава республики заявил на сегодняшней встрече с председателем общественной организации. Михаил Игнатьев и Лев Кураков также обсудили перспективы открывшегося в Чебоксарах Дома дружбы народов и вопросы изучения чувашского языка. Подробности в следующем материале. Совет старейшин при главе региона действует два года. В развитии гражданского общества роль аксакалов высока, отмечает Михаил Игнатьев. Я рассчитываю на вас, мы эффективно и конструктивно взаимодействовали. Также будем взаимодействовать, будем встречаться, общаться в живых аудиториях, для того, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, какие обязательства берем, как мы их выполняем. Ветераны наши, дорогие ветераны, они богаты вообще жизненным опытом, мудростью. Я рассчитываю тоже на вас, вот с учетом завершения года матери и отца. Это одно дело провозгласить, на самом деле востребовано оказалось. Наши дорогие ветераны тоже будут участвовать еще в разных мероприятиях, будут воспитывать достойное молодое поколение. Лев Кураков занимает и пост председателя Ассамблеи народов. Ее члены стремятся сохранить и приумножить культурные ценности. В недавно открытом Доме Дружбы планируют начать реализацию проекта по изучению языков разных национальностей. Мы сами, возможно, найдем и преподавателей, которые будут заниматься. Это тоже является одним из путей укрепления Дружбы народов. Дом Дружбы народов. Сейчас все народы посещают, дети всех народов посещают, разные мероприятия молодежи проводим. На встрече обсудили и вопросы изучения чувашского языка. Лев Кураков отмечает, что национальная тема нередко становится поводом для нарушения общественной стабильности. Недавно известный ученый и краевед Виталий Станьял от имени Совета Старейшин опубликовал открытое письмо президенту страны о свободе изучения языков. Мы считаем, что в Чувашской республике во всех, без исключения сельских детских садах и начальных школах, воспитание и обучение должны вестись на чувашском языке. А в городских и поселковых условиях, в русскоязычных группах целесообразно использовать два государственных языка. Надо вернуть среднему звену чувашской школы, оправдавшие себя изучение основных гуманитарных дисциплин, биологии и зоологии на чувашском языке. Председатель Совета Старейшин отмечает, что позиция Виталия Станьяла не имеет под собой базы. По словам Льва Куракова, в республике для изучения чувашского языка выделяют необходимое количество часов. Изучение любого языка – это дело добровольное. Как говорили классики литературы из нашей республики, этому вопросу надо всегда придавать достойное внимание. И мы, откровенно говоря, сожалеем, что от имени Совета Старейшин она обращается по этому вопросу центрального органа власти. Мы должны всегда вопросы изучать на месте. Тему изучения чувашского языка планируют обсудить на грядущем заседании Совета Старейшин. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В республике продолжают разрабатывать новые механизмы поддержки предпринимателей. В Министерстве экономического развития внесли корректировки в закон, регламентирующий инвестиционную деятельность. В ведомстве предлагают заключать с инвесторами специальные контракты. Они будут гарантировать предпринимателям широкий спектр мер государственной поддержки. Инвесторы, подписавшие документ, смогут без торгов получать в аренду земельные участки и поставлять вне конкурса продукцию для государственных и муниципальных нужд. Для бизнесменов снизят и ставку налога на прибыль. Еще одна форма поддержки – финансирование строительства инженерной инфраструктуры. Все затраты возьмет на себя республиканский бюджет. Кроме того, проектный закон оточнет порядок предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организации при привлечении инвестиций. Финансовые меры государственной поддержки за последние три года воспользуются льготой по уплате налога на прибыль. Организация части, зачисляемая в республиканский бюджет – это «Элита», «Швейная фабрика», «Комбинат автофургонов», «Бакет Чуваш», «Шаконт». Здесь льгот по налогу на прибыль составило порядка 14 миллионов рублей. Реализация проекта позволила увеличить поступление бюджетной системы на почти 700 миллионов рублей. На реализацию перспективных и приоритетов инновационных проектов из республиканского бюджета также в рамках указанного закона «Там было выделено чуть больше 15 миллионов рублей. Здесь получили поддержку предприятий Чапаева, «Спектр», «Лента», «Эленопс», «ЧАС», «Чуваштуртехник», «Комбинат фургонов». Тоже в рамках инновационных проектов было создано порядка 120 рабочих мест. На самом деле, чтобы закон правоприменительной практики работал на общее наше благо, прежде всего предпринимательство сообщества, чтобы они покрывали свои производства, создавали высокотехнологичные рабочие места, чтобы поднимать доходы трудосуществованного населения. Члены правительства утвердили и другой важный законопроект. Согласно документу, с начала следующего года все медицинские организации республики начнут выписывать рецепты на препараты в электронном виде. В Чувашии появится клуб экспертов. В его состав могут войти все, кто неравнодушен к тому, как развивается республика, видит ее перспективы и, главное, хочет сам принять участие в реализации интересных проектов. Первое заседание уже состоялось. Гражданское общество планирует обсуждать в открытом формате все важные события, происходящие в регионе. Представители инициативной группы провели пресс-конференцию в Национальной библиотеке, где подробно рассказали, чем будет заниматься организация и почему назрела необходимость в создании подобного сообщества. В информационном поле превалирует так называемый негатив. Да, то есть все плохо. Что бы ни происходило, все плохо. А так ли это на самом деле? Вот для этого нужны профессиональные экспертные оценки тех людей, которые специалисты в той или иной области. В эпоху интернета люди в большинстве своем получают информацию в сети. Живое общение уходит на второй план. Клуб экспертов предлагает обсуждать животрепещущие вопросы открыто на дискуссионных площадках. Услышана будет любая точка зрения. Профессионалы же дадут оценку происходящего. Мы большое громадное сообщество, которое имеет массу различных мнений, суждений, оценок. И вот с этими мнениями, оценками надо учиться работать. Без эмоциональной находки, без предубеждений. Участниками разговора обязательно станут и представители органов власти разных уровней. Ведь в конечном итоге все они так или иначе участвуют в принятии важных для республики решений. Мы взяли за пример работу Государственной Думы. Потому что при каждом комитете создан экспертный совет. То есть любое законодательство, которое сейчас происходит, проходит через Госдуму, оно проходит именно экспертную оценку. Это общественники, политики, экономисты. Следующая встреча экспертов запланирована на начало декабря. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Выплаты на третьего и последующего детей. Эта тема стала основной на брифинге Министерства труда и социальной защиты Республики, посвященном Дню матери. Сейчас выплаты получают 4,5 тысячи семей. Со следующего года их число удвоится, отметил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев. Что касается выплат на третьих и последующих детей, рожденных в 2017 году, этот вопрос сейчас решается. Это пока находится на рассмотрении правительства Российской Федерации. Давайте, уважаемые коллеги, дождемся постановления правительства и, соответственно, исходя из этого, будем принимать решения. В Чувашии 54 разных вида детских пособий. Также многодетным семьям оказывается помощь в виде предоставления земельных участков, жилья социального найма, компенсации, платы за садик, на занятия в спортивных секциях, отметил министр труда. Секции во дворцах творчества закроют, педагогов сократят, кружки в школах сделают платными. Такими слухами обрастает ситуация с дополнительным образованием детей в Чебоксарах. В том, что происходит на самом деле, пытались разобраться специалисты за круглым столом и Ольга Пырочкина. Слухи о том, что дворец детского творчества в Чебоксарах, за ним и другие учреждения закроют, пошли после того, как на сайте Управления образования появилась информация о низкой посещаемости детьми секций и кружков. А новость о том, что в столице республики будут строить новую модель дополнительного образования, домыслы подогрело. Изменения действительно грядут, но совсем иного плана, отмечают специалисты. Их суть в том, чтобы как можно больше новых кружков и секций заработало на базе самих школ, чтобы они стали так называемыми школами полного дня, как того требует государственный образовательный стандарт. Не будут упраздняться, так скажем, учреждения дополнительного образования. Все учреждения дополнительного образования в городе остаются, будут работать в полном объеме. Появятся, да, появятся новые кружки, появится новое объединение, и в этом направлении сейчас работаем. Чтобы новые секции в школах заработали, там нужны дополнительные кадры. Много вопросов сейчас задаются, а почему сокращение идет педагогов дополнительного образования. У нас сейчас нет сокращения дополнительного образования. Есть, так скажем, переход, и они просто перейдут сейчас все же школы. А в каждой школе сейчас вводятся дополнительные ставки в рамках штатного расписания ставки педагогов дополнительного образования. Выиграть от этого, по мнению столичных властей, должны все. Детям не надо никуда ездить, родителям беспокоиться за них. Что касается педагогов, то в школе и зарплата больше. Кроме того, никто не запрещает совмещать. Переход в школу – это и какой-то материальный стимул для педагога дополнительного образования. Это зарплата, с одной стороны, мы сказали. Это материально-техническая база школы. Педагоги согласны не совсем. Так, начальник детской полицейской академии, где занимаются дети из 44 разных школ, не представляет, как перенести занятия в учебные заведения. Кроме того, никто не отменял пользу смены обстановки. Если же мы даем уроки в школе, ребенок все равно поскудно думает о том, что это просто урок дополнительный, а не творческое развитие. Хотелось бы, чтобы все изменения, которые происходили, не проходили под одного ребенка. Так или иначе, вопросов пока много. А значит, за круглым столом участники образовательного процесса соберутся еще не раз. Ольга Пырычкина, Республика. Подарить тепло детям. Сегодня в Чебоксарах прошел пятый республиканский форум замещающих семей. На него собрались около 200 человек со всей республики. Каждый из них однажды принял на себя ответственность за воспитание ребенка из детского дома. На встрече говорили о проблемах социального сиротства, воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Подробнее Рифат Фаткулин. Чужих детей не бывает. В этом уверены участники форума замещающих семей. Взять приемного ребенка в семейный круг – очень трудное решение. Нужно быть открытым душой и сильным духом, чтобы пробудить в маленьком человеке любовь и веру в окружающий мир. Такие родители – герои, ведь они воспитывают детей, когда-то лишенных материнской заботы. Светлана Григорьева из Канажского района готовит к взрослой жизни шестерых детей. Двое из них приемные, но для женщины они все родные, любимые. Вот у нас очень дружная семья, у нас очень хороший папа. Он не пьет, не курит, спортом занимается, детей привлекает к спорту. Вот у нас сейчас в планах взять детей под опеку, есть в планах, но такой вот интересный казус происходит. Якобы в федеральной базе они есть, детей-сирот много, разговоры про детей-сирот много, а в итоге вот если хочешь взять ребенка, их нет, то есть детей нет. Вот у меня эта проблема меня привела сюда. Чувашия – лидер в стране по семейному устройству сирот. За пять лет число приемных семей в республике увеличилось в три раза. Сейчас их 880. Ежегодно ребята, которые остаются без попечения родителей, находят тепло и ласку у приемных мам и пап. Это очень важное, значимое мероприятие для приемных родителей, если мы сможем обсудить проблемы, которые накопились, встретиться и для честного разговора, и для общения с властью нашей, с общественными организациями. В нашей республике до 97% детей, которые были в сиротских учреждениях, уже находятся в семьях. То есть на самом деле это огромная работа, огромный труд и опять же труд матерей. За добросовестный труд по воспитанию приемных детей и большой личный вклад в дело сохранения и развитие семейных традиций, благодарственные письма получили многие приемные мамы. Среди них Лариса Клементьева. В 2007 году женщина, имея одну свою дочку, стала мамой еще для двух детей. Все девочки. Старшей 16 лет, младшей 11. Она с гордостью называет себя мамой для всех. У нас как-то одновременно возникла мысль, но мы озвучили это уже потом, где-то через несколько месяцев. Ну, ощущения у нас, во-первых, радостные, такие живые, дом такой живой, теплый. Ну, уют как бы, полный дом, смеха детского много. У нас уже будет 9 лет, вот в конце декабря, как у нас дети с нами. Они смогли обрести свою настоящую, большую и любящую семью. Впрочем, как и все остальные, приемные родители стараются сделать все возможное, чтобы взрослая жизнь не стала для них испытанием. Рифат Фадкулин, Арена Гавелян, Республика. Профессиональный праздник отметили сотрудники налоговых органов. Сегодня их поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Налоговую службу в нашей стране основали в 1991 году. Сегодня сотрудники ведомства обеспечивают пополнение государственного бюджета, стоят на защите финансовых интересов государства. Именно от их работы зависит выполнение социальных обязательств правительства, отметил Михаил Игнатьев. И здесь я тоже ответственно могу сказать, обязательства мы выполняем с учетом эффективного конструктивного взаимодействия, с учетом того, что рост налогов во всему уровню бюджета по этому году будет по году на 8%. И сегодня модно становится всем налогоплательщикам работать честно, добросовестно, открыто, дружить с налоговой службой и спокойно с пиццом. Современный герой нашего времени. Какой он? Его образ создал в своих очерках чувашский писатель Владимир Кузьмин. О новой книге «Родник души» и «Творческом пути» писатель рассказал на встрече со студентами филологического факультета Чувашского государственного университета. Очерки, статьи, репортажи, публикации Владимира Прокофьевича не счесть. С книгами проще. Их он написал и выпустил более 20 на русском и чувашском языках. Ему 80 лет и не было ни года, чтобы он не брался за перо. Того требовала профессия журналиста и внутреннее желание запечатлеть события на бумаге. И каждый раз на творчество вдохновляли окружающие его люди. Художественный фото-корреспондент, участник Великой Отечественной войны, инвалид, служивший в мотоциклетном полку резерва фронта. Их бросали, где надо сразу в бой. И он там был ранен тяжело, вернулся на работу бригадиром колхоза. И увлекался он фотографией, сам писал много. Тогда, в 50-х годах, в родном Вурнардском районе Владимир Кузьмин выпускал рукописный журнал, что символично издание носило имя «Родник». Новый родник – души, отпечатанные типографским способом, и в современной обложке вобрал в себя истории из жизни современников автора. Кстати, герои книги сегодня тоже пришли навстречу. Это писец нашей эпохи 20-го века, начиная с 40-х годов, и 21-го века по сегодняшний день. Он пишет о людях, уже прославившихся, известных, хороших, значит, описывает эпоху в лучших ее совершениях этой нашей эпохи. Владимир Прокопович по фактам, по жизни, по деятельности каждого героя пишет и дает приговор нашей эпохе. Благодаря правдивому слогу получился и современный облик героев нашего времени, творцов и тружеников. К ним можно смело отнести и самого автора книги. В Чебоксарах проходит второй межрегиональный фестиваль национальных тюзов «Сказочная палитра». Своё творчество местному зрителю демонстрируют театры из шести регионов страны. На одном из показов побывали юные журналисты национального телевидения. Я вам дам восковые мелки. И вы в паре должны из этого обычного камушка вдвоем сделать камень счастья. Это одно из упражнений по театральному мастерству. Ребята помочь разукрашивают камни, а постарше превращаются в фотоаппараты и фиксируют моменты счастья. Чекай. Пошли. В разные дни разные уроки. Их тематика соответствует спектаклю. В этот раз зрители впервые увидят постановку якутского тюза «Камень счастья». Чтобы тоже могли задуматься о том, что они вот в это слово включают, что они хотят увидеть. Может быть это будет то, о чём идёт речь спектакля. Может быть нет. Сложно сказать. За сценой идут последние приготовления. Костюмы, музыкальные инструменты, грим. Всё должно быть идеально. А кожа от него не портится? Нет, не портится. У нас здесь сперва вазелином намажены. Актёры в белых одеждах – своеобразные живые декорации спектакля, которые органично вплетаются в сюжетную линию. «Камень счастья» – визитная карточка тюза. В его основе – легенда народов Крайнего Севера, со всем ему присущим колоритом. Собирательная история, например, про любовь к родине, про любви к друзьям, про добросердечность детей. Все спектакли играются на национальных языках. Есть синхронный перевод на русский язык. Благодаря таким фестивалям у разных народов, живущих в нашей стране, есть возможность сохранить свою аутентичность, показать в своих спектаклях многолекий национальный мир, в котором всегда есть место дружбе и взаимопониманию. Артисты этих театров не говорят громких слов о национальной политике. Они её делают. Наверное, самое главное цель – это сохранение языка, традиции, культуры, потому что этот фестиваль для национальных тюзов и молодёжных театров. В этом году у нас более 200 человек. На фестивале это у нас Башкортостан, Татарстан, Сишкоралы, Сякутия, Спензенской области. Фестиваль продлится до конца недели. У зрителей и жюри есть ещё время, чтобы определиться, кто лучше всех хранит обычаи и традиции своих народов. В галерее «Серебряный век» открылась международная выставка участников Кокелевских пленеров. Подробнее в сюжете Юлии Важениной. А я с вами прощаюсь. До завтра. В галерее и национальной библиотеке Чувашии несколько десятков произведений участников 11-го Кокелевского международного пленера. Здесь представители России, Украины, Белоруссии. Среди них и признанные мастера, и молодые живописцы. Кокелевский пленер проходит ежегодно на родине художников вслед Арханы Батаревского района Чувашии. Он уже давно стал художественным брендом республики. На этот раз выставка приурочена к 105-летию картины Кокеля «Чайная». Выставка мне очень понравилась. Все художники достойны. Собраны замечательные картины, радуют глаз. Я уже не первый раз на таких выставках. С удовольствием хожу. Привела своих детей. Быть традицией, культура. В этом году участники пленера сделали акцент на родных мотивах. Мы вот на выставке представляем свои работы, которые сделали в рамках этого замечательного проекта. Замечательный он тем, что собирает очень хороший круг людей, художников из разных стран. Мы представили две работы. Вот у меня работа «Печка», посвященная теме вечной – хлебу, дому, материнству, теплу. А у Юрия Леонидовича тема воды. Моя работа, наверное, в общем контексте. Она о воде, о том, что есть память предков, есть память хорошего прошлого, хороших событий. И мне хотелось в этой работе показать, что и вода, конечно, сама по себе существует. Она важная составляющая. Если вы не успели оценить работы художников, у вас еще есть время. Выставка участников Котелевского пленера будет длиться три недели. В следующем году ее можно будет увидеть в Минске и Гродно. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова